МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В Молдавскую столицу по приглашению общественной организации диалогом и при содействии Международного медиаклуба «Формат А3» посетил российский политолог и журналист Георгий Бовт. И сегодня он у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема встречи, которая прошла с вашим участием в нашей столице, звучит так. Фейк-новости в средствах массовой информации. И слово «фейк» относительно новое в нашем лексиконе. Тем не менее, действия, которым им обозначают, как мне кажется, имеют свои названия в русском языке. Например, дезинформация, может быть так, или же заблуждение, искажение. То есть в журналистике прием этот используется. И тем не менее, сегодня разговор о подобного рода информации зазвучал как-то с новой силой. Почему? Это с подачи американских выборов произошло, где эти фейк-ньюсы активно фигурировали. И оппоненты Трампа считают, что они помогли ему выиграть выборы. Хотя статистика говорит, что чуть-чуть помогли по статистике, но не оказали решающего воздействия. Потому что, скажем, если по анализу соцсетей посмотреть, то в среднем за Трампа сработало в три раза больше фейковых новостей, благоприятствующих ему, а таковых в пользу Клинтон было в три раза меньше. Но в то же время политтехнологи говорят, что традиционная медийная телевизионная реклама ровно в 36 раз эффективнее один ролик, чем одна фейковая новость. А тогда почему такая вера в фейк? Они очень шумные, они скандальные, они привлекают гораздо больше внимания. Это необычная вещь. Это то, что построено на слухах каких-то, которые не подтверждаются. Потом эти слухи могут быть самые дикие. Но человеческое сознание так устроено, что оно всегда на эту дичь обращает внимание повышенное. Странно, и тем не менее, на ваш взгляд, на чем основывается такое понятие, как достоверность информации при подаче или при восприятии той или иной новости? Как самому зрителю разобраться или слушателю разобраться в этой достоверности? Что за этой достоверностью может стоять? Подача фактов, лицо, которое передает или сообщает эту информацию, информационный портал, информационное агентство. Здесь целая пирамида, мне кажется, и в то же время есть какое-то личностное начало. Тем не менее, я знаю, что вы адепт отсутствия авторской оценки в подаче той или иной новости. Я бы с вами не согласился. А касательно достоверности, недавно в России проводился один интересный опрос. Выяснилось, что примерно 30% людей верят в то, что Солнце вращается вокруг Земли. Для них эта информация вполне достоверна. То есть, критерий находится в голове у человека. То есть, это еще люди до Коперника? Да, эти люди остались на этом уровне. Они совершенно счастливы с этой новостью. Жить и дальше бы жили. И, в общем, их разочаровали в том, что все не так. Так что насчет достоверности – это уровень образования. Чем выше человек образован, тем он более способен сортировать разные новости, выбирать альтернативные, проверять по другим источникам. Скажем, если у вас там либеральные СМИ пишут какую-нибудь ерунду, вы пойдете перепроверить и в консервативном. И наоборот. Так что это зависит от развитости человеческого мышления, образования и способности его критически оценивать той или иной новостью. То есть зависит от восприятия этой информации. Да, потому что если я на веру принимаю, что Солнце вращается вокруг Земли, то мне и в другое можно успешно столь же впарить. Можно сказать, что, как Островский писал, люди там ходят с песьями головами в Испании. И тоже пройдет за достоверные новости. Вот если фейк создают наши с вами коллеги, то информация – это то, что происходит в жизни. Ну, имеется в виду, это интерпретация происходящего в жизни. Как здесь нам, людям, работающим с информацией, подающим, нам, журналистам, подающим эту информацию нашему потребителю, зрителю, как здесь быть с тем, с обоснованием ее достоверности, на ваш взгляд? Ну, вот на чем, мне кажется, проваливается современная американская журналистика, если мы начали с избирательной кампании в США, и прошлые президентские выборы были совершенно скандальными в этом плане, потому что вот меня лично, как американиста, СМИ американские сильно разочаровали. Потому что то, что выдается за объективность подхода, за вторую точку зрения, за перепроверку какой-то информации, на самом деле делается по-другому теперь. На самом деле, значит, приведу пример, ну, классический такой журналистский, да, я беру у вас интервью и задаю вопрос, это правда, что вы перестали пить коньяк по утрам? Значит, в голове у читателя я сразу сею мысль, что этот человек, да, может быть, он что-то там по утрам выпивает. И вы начинаете, значит, возмущенно оправдываться, да вы что, да я никогда не пил. Но у человека остаётся это в голове. Теперь для того, чтобы придать моему провокационному вопросу видимость объективности, вот согласно этим американским стандартам, я спрашиваю третьего человека. Вы знаете, вот там, допустим, Иванов, да, я его спросил, перестал ли он пить коньяк по утрам, он мне что-то такое невразумительное ответил, возмущённое, как вы думаете, эта информация действительно или не действительно? И мне вот этот якобы эксперт отвечает, вы знаете, коньяк по утрам очень вреден. И пошла тема. И вот это такая технология. То есть спрашивают не ту точку зрения и приводят не ту точку зрения, которая может опровергнуть этот фейк, а спрашивают ту точку зрения, которая просто подтверждает тот же самый тезис. И это якобы является сторонней экспертизой. Вот такой приём, например, может быть. Другой приём – это приём умолчания. Просто рассказывают ту часть правды, которая является лишь частью, но не даёт полной картины. И у человека создаётся впечатление, что вот это дело обстоит таким образом. Например, недавний скандальный случай использования химоружия в Сирии, в котором обвиняют Асада. Но, может быть, он его применял, я же не знаю. Объективного расследования не было. Мы пользуемся источниками джихадистских средств массовой информации. Те аргументы, которые приводятся, например, в российских СМИ или в тех СМИ, которые сомневаются в том, что ИСАС, их просто не приводят. Их просто игнорируют и говорят, что вот, смотрите, вот эти кадры и так далее. Но потом очень много было всякой фальсификации, ну, надо сказать, что с обеих сторон во время обострения российско-украинских отношений в 2014 году, известных событий, когда приводила совершенно самая дикая информация. И в качестве иллюстрации, например, брали фотографии, ну, звер с какой-то стороны, вот другая брала фотографии, там, с Ближнего Востока, например. И там трехлетней давности. Говорят, а вот это вот в Донецке сейчас происходит. Тоже распространенный прием. Иногда это происходит умышленно, иногда это происходит неумышленно. Я, работая в средствах массовой информации, в ежедневных газетах, сталкиваются с таким явлением, и вы, наверное, сталкиваетесь у себя, как ленность журналиста. Просто ему лень искать адекватную фотографию. Нужно здесь вот дырка, здесь нужно поставить иллюстрацию, фотографию. Дай-ка я по фотобазе поищу, что там подходит больше. И он даже не имеет в виду, что это чудовищная фальсификация и нарушение стандартов. Ему просто так легче. Он взял, нашел похожую фотографию, и все. В данном случае, получается, надо разработать какой-то... Но это обманул зрителя. Комплекс законопроектов, либо условий, которые предотвращали бы подобные фальсификации. Я не знаю, как обстоит дело в США. Могу предполагать, как в России. Я знаю точно, как в Молдове существует, будем говорить, ряд надзорных организаций, которые следят за тем, как и что подают журналисты в средствах массовой информации. В печатных, в электронных, в телевизионных. Ну, давайте по порядку из того, что вы сказали. Первое. Вы упомянули то, как работает средство массовой информации в Соединенных Штатах Америки. И вот на ваш взгляд, то, что часто своих зрителей, читателей, американские журналисты отсылают, ну, например, к такому моменту, как влияние российских хакеров на результаты выборов, влияние российских СМИ на результаты выборов, насколько это имеет под собой ту или иную объективность? Потому что, понимаем, что, я так предполагаю уже, исходя из вашего предыдущего вывода, что любить, то есть, жителей США, родившихся до Галилея и Коперника, гораздо больше, например, чем где-либо, они воспринимают легко любую информацию. Тем не менее. Поколение нынешних американских политиков выросло, получило образование, по крайней мере, в годы Холодной войны. Они, в общем, не видели, по большей части, средства массовой информации, вообще информации, которая была благожелательна по отношению к России. Поэтому их сознание готово воспринимать, прежде всего, негативную информацию относительно России. Поэтому, если говорят, что злые русские, а они о природе злые, Путин страшный и так далее, они хакнули американских демократов, то в это есть готовность верить. Я думаю, что многие американские политики, которые распространяют эту информацию, искренне верят в том, что это правда. Что с этим делать? С этим делать трудно что-либо, потому что мы имеем дело со стереотипами. Мы не можем наверняка утверждать, что никто не вторгался в сервер демократической партии, и там была хакерская атака. Но в то же время есть такие обстоятельства, которые не вписываются в эту картину ужасных русских, что очень многие атаки производились, например, в территории Македонии. Давайте расследуем вот эту нитку с Македонией. Нет, мы не будем ее расследовать. Мы будем расследовать нитку, которая нас должна привезти в ФСБ или куда-то в ГРУ и так далее. В российской печати появилась версия, что, может быть, какие-то русские хакеры участвовали. Ну, русские по происхождению. В то же время они действовали самостоятельно. Давайте расследуем эту ветку. Может быть, это просто бандиты. Ведь есть же американские хакеры. Никто не привязывает каждого американского хакера к Белому дому. Почему же вы русских привязываете к Кремлю? Давайте расследуем эту версию. Нет, мы не будем. Мы будем расследовать только ту версию, что они получили команду Путина. Ну, это некая предвзятость все-таки. При том, при всем, что и Америка, а это уже объективная сторона, и Америка, и Германия, и Франция, и Новая Зеландия, и Австралия, и Россия, чем-то занимаются в киберпространстве. И они, в принципе, готовятся к кибервойне друг с другом. То есть, эта сфера не урегулирована в отношениях между странами. Россия, кстати говоря, вопрос от ВООН много раз ставила. И Китай этим занимается, и Северная Корея этим занимается. Что давайте выработаем общие правила игры насчет того, как себя вести в киберпространстве. Где мы обозначим барьеры, которые нельзя переходить. Американцы говорят, нет, интернет – это зона свободы. Мы ничего там регулировать не будем. Может быть, сейчас мы опять поставим этот вопрос тогда? Ну, не думаю, что можно будет добиться иной позиции Соединенных Штатов. Потому что, действительно, для них это зона их свободы. Есть одно обстоятельство. Мало кто сейчас помнит, что в прошлых президентских выборах, когда Маккейн был против Обамы, обвиняли в таких же хакерских атаках китайцев. И поэтому был очень тоже большой шум. Но поскольку товарооборот между Китаем и Америкой примерно 500, сейчас вот на нынешнем, больше 500 миллиардов долларов, то, в принципе, поднимать вокруг этого истерику будет себе дороже. Поэтому скандал сошел на нет. А в 2015 году Обама и Си Цзяньпин заключили между собой соглашение о как раз вот условно назовем ее об ограничении гонки вооружения в киберпространстве. То есть, обозначив границы, за которые китайцы не заходят и американцы не заходят. И после этого в американской прессе резко пошли на спад всякие обвинения китайцев в том, что они занимаются кибератаками. Я думаю, что, в принципе, это хорошая тема для первого саммита Путина и Трампа. Ну, киберпространство – это, в первую очередь, интернет. И сегодня нет-нет, возникают такие споры, что интернет способен, мягко говоря, либо внести нечто новое в средства массовой информации, либо, наоборот, создать, будем говорить, такую благоприятную почву для рождения тех же фейков. Тут же, во-первых, плюс еще и поставщик информации, достоверный или недостоверный. Интернет может быть не только средством доставки информации, интернет может быть и тем, что похоронят средства массовой информации в их традиционном виде. Вот ваше видение таких утверждений. Традиционные средства массовой информации хоронят уже давно, но все никак не закопают. Ну, газеты сдаются меньше, сами понимаете. Тираж падает. Тираж бумажных газет падает, они переходят в интернет. Я думаю, что, может быть, мы с вами не доживем до того времени, но через какое-то время будущие поколения будут получать новости прямо в голову, трансляции мыслей и так далее. Если сейчас уже Google разрабатывает технологии, когда вы можете мысленно, без голоса отдавать команды своим девайсам и гаджетам, то почему нельзя тогда мысли будет передавать на расстояние? Google уже объявил о том, что такая презентация скоро. Ну вот, соответственно, ваша газета будет приходить вам с утра в голову. Мне трудно это представить. Я надеюсь, что... Хорошо, если бы только газеты. Если бы только газеты, а то еще будут командовать, понимаете, из единого центра, что тебе делать и как тебе голосовать. Вот. Тогда действительно солнце вокруг. И что тебе покупать? И как тебя будут зомбировать? Значит, какую тебе туалетную бумагу купить? И какой вид, значит, крема для бритья и так далее? Вот в чем ужас. Слава Богу, мы живем еще в нормальное время. Представляете, что будет? Да. Но тем не менее, вот если уже заглянули так далеко в развитие киберпространства, сегодня вот интернет и традиционные средства массовой информации – конкуренты или партнеры? Партнеры на первом месте. Традиционным средством массовой информации тоже при умелом использовании интернета можно достичь самого далекого читателя, объять каждого. Заинтересовать его собой и достичь, так сказать, его ушей, там, глаз, головы и так далее и тому подобное. То есть не только блогеры получили возможность дешево распространять информацию, но и традиционные СМИ получили возможность дешево распространять информацию. И мне кажется, что у традиционных СМИ все равно есть преимущество перед блогерами, потому что это другой профессиональный уровень, это возможность диверсифицировать информацию, это возможность обработать ее с профессиональной точки зрения, это возможность работать в разных жанрах. И все-таки стоимость информации, она не нулевая по-прежнему. Нужно вкладываться в ресурсы, а также, в общем, и в трафик нужно вкладываться, и платить за трафик для того, чтобы его распространять, и разрабатывать технологии распространения этого трафика, изучать свою аудиторию, чтобы ее таргетировать более эффективно. Уже есть такие газеты, которые электронные. Да, которые выходят для каждого отдельного читателя в разной версии. То есть вообще нет общей версии для всех, вообще нет никакой. А каждый конкретный читатель получает разную версию набора новостей. Более того, он получает разную версию глубины этих новостей. Условно говоря, дураки получают там попроще, а более умные они получают там более развернутые варианты тех же самых новостей. Уже есть такие технологии. Я понимаю. Киберпространство – это еще и социальные сети. Социальные сети как и поставщик информации, то, что там возникает, как новостные поводы. Тем не менее, уровень достоверности в социальных сетях, там ведь и уровень ответственности несколько иной, чем, например, в традиционных средствах массовой информации. Наверное, в этом вопросе уже есть какой-то ответ. Но тем не менее, на наш взгляд, уровень ответственности в СМИ сегодняшних и вот в социальных сетях, в киберпространстве сильно разнится сегодня? Ну, официальные органы гораздо жестче регулируют официальные СМИ и заставляют их быть даже не столько более ответственными, можно быть, сколько более осторожными, чтобы не нарываться на формальные всякие предупреждения, штрафы и так далее. А в разных странах с ответственностью отдельных блогеров отстоит дело по-разному. В Саудовской Аравии, например, вас могут подвергнуть палочному наказанию, если вы что-нибудь не то напишите. В Иране, в Турции вас могут посадить в тюрьму, если вы что-нибудь не то напишите. Мы живем в свободных странах. У нас с этим... Палками не бьют, в чаны не сажают. В Зиндан тоже, значит, ну... Я не говорю, конечно, случаи каких-то мафиозных, бандитских разборок. Они есть во всех странах. Но, тем не менее, мы не ценим, на самом деле, степень нашей свободы. А что касается ответственности, то, опять же, на этот счет есть статистика. К сожалению, в России таких исследований не было. В Америке проводили исследования. Значит, более склонны к распространению фейк-ньюс пользователей социальных сетей с наибольшим числом фолловеров. Вот вам, пожалуйста, потому что... Ну, это гонка, опять же, за этим. Я вам скажу еще хуже. Значит, наряду с ними такую же склонность к распространению фейк-ньюс демонстрируют официальные новостные агентства и средства массовой информации. Они хватаются за фейк-ньюс ради трафика. Они кликают туда и ссылаются на блогера, не проверяя информацию, лишь бы получить тираж, клики и так далее. Конкуренция велика. Я вам скажу, и здесь у нас, в Молдове, также она велика, только если посмотреть, какое количество телеканалов существует на таком достаточно ограниченном размере, достаточно ограниченном пространстве. Ведь страна наша невелика и территориальная, и в человеческом таком исчислении. Тем не менее, мы являемся представителями того цеха, который сегодня достаточно широко и во множестве представлен. Потому что есть и средства не только электронных СМИ, у нас печатные достаточно много, но телеканалов, иной раз, то есть количество телеканалов вызывает интересы. Ну, это такая авторская сноска. Вы прекрасно осведомлены вопрос о геополитике, насколько мне известно, и вам знакомы законы существования, или законы, по которым действует сегодняшняя современная геополитика. В нашей стране политики очень многое объясняют именно геополитикой. И вот для начала, первый вопрос, что, по-вашему, происходит в нашем регионе? Вы упомянули Украину. Мы называем себя страной, так сказать, в более широком видении. Мы причисляемся к балканским странам. Вот что происходит и в соседних с нами странах, и целиком на Балканах. И второй вопрос, насколько очевидно вот это списывание на геополитику, то, что удается и не удается сегодняшним молдавским политикам? По первому вопросу, если касательно Украины, то мне кажется, что самая главная проблема, которая возникла вокруг Украины в 2012-2013 годах, а вернее даже еще раньше, в начале нулевых годов, заключает в том, что Запад в лице Европы, Евросоюза, и тогда более решительно поддерживавших США, потом менее решительно поддерживавших, потом инициатива пришла к Евросоюзу в этой части, игра в перетягивание каната. Понимаете, вот можно сколь угодно долго смеяться над Горбачевым, что он развалил Советский Союз, что он был такой дурачок, который верил в социализм, что он не провел экономические реформы. У него была одна идеалистическая, наивная, но красивая идея, новое политическое мышление. А давайте мы откажемся вот этого перетягивания каната, значит, холодной войны, и строить. Ну нет, на нем тогда посмеялись, сказали, ну что, хорошо, молодец, мы тебя под это сейчас вот разоружим и добьем противника в холодной войне. И после того, как он уже развалился, его все добивали, 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 и довоевывали вот эту холодную войну, которую уже победили в ней, уже выиграли, хотя говорили, что в ней победить или нет. Но нет, стремить дожать, значит, распространить там НАТО до Урала, но без России и так далее. Я утрирую, конечно. Вот. И эта инерция, она никуда не делась. Люди мыслят старыми категориями. Есть большая страна на Востоке, которая нам опасна. Она другая, она там по другим принципам скроена, она придерживается других ценностей и так далее, и тому подобное. Если бы русские были неграми, может быть, с ними европейцам легче было бы выстраивать отношения, потому что, ну, ясно, что другие люди, они цвета другого. Вот. А так они вроде как белые, и вроде как их нужно обучить, как туземцев, значит, нашим правилам игры, чтобы они себя вели так же, как мы, без всяких отличий. А никакого своеобразия не надо. Это вот давайте в России будет такая же демократия, давайте вот Хамас будет такая же демократия в Палестине, давайте в Иране мы такую же демократию пытаемся построить, в Ираке давайте. Пытаемся везде, вот у нас есть лекала, давайте по ним и шарашить. Ничего не получается. Поэтому взаимные обиды, и начинается конфронтация, которая в последние годы лишь нарастает. Что касается Молдовы как независимого государства, я не хотел бы давать оценок действиям ваших правителей, это выбирать избирателям Молдовы и так далее. К сожалению, могу сказать, что в свое время вроде бы наклевывался какой-то вариант решения преднерсовской проблемы в 2003 году, когда три столицы как минимум были согласны, может быть, это был бы плохой вариант, может быть, он потом всем бы не понравился, всем бы рассорились, сказать, что нет, мы вообще, это все была ошибка страшная. Но это была хоть какая-то возможность в 2003 году, план Козака так называемый, уже были готовы подписывать. Дяди из Брюсселя вмешались, надавили, и все рухнуло. Буквально в одну ночь. Стало от этого кому-то лучше? Нет. По-моему, не стало. Конфликт, вот как он не имел каких-то внятных перспектив разрешения, так и не имеет. Ну и что? Еще один замороженный конфликт. Есть Карабахский, есть Приднестровский. Сейчас вот пытаются заморозить Донбасс, но пока не получается даже этого. И что тут хорошего? При всей наивности этого заявления о том, что без доброй воли обеих сторон, это кажется пустыми словами, но без доброй воли обеих сторон или там нескольких сторон ничего не получится, но это так и есть. А этой доброй воли нет. Кто-то что-то интригует, кто-то что-то говорит, почему я должен больше уступать, или почему я должен меньше уступать, давайте я все возьму и так далее. Либо на наших правилах урегулированных, либо ни на каких. То есть борьба в перетягивании каната, она продолжается и в данном конкретном случае. И поэтому я думаю, что объективно властям Молдовы, кто бы ни был в Кишиневе у власти, очень трудно будет в таких условиях выстраивать вот такую политику, чтобы дружить и с Россией, и с Евросоюзом. Ну вот смотрите, если уже, так сказать, попытаться сформировать свой вопрос, вот из того, что вам было сказано, я сделаю такую попытку. Если говорить о Приднестровье, по итогам первой встречи Игоря Додона и Владимира Путина, в качестве уже президента Игоря Додона, российский президент назвал встречу, инициативу Игоря Додона с лидером Приднестровского региона на территории Приднестровья, проходила встреча в Бендерах, он назвал это достаточно мужественным шагом и говорил о том, что такое выражение доброй воли сегодняшней молдавской власти в лице президента Додона. И в этой ситуации, во всяком случае, Кишиневский истеблишмент демонстрирует свою готовность на переговорный процесс, на то, чтобы проявить такую вот добрую волю, а накануне было заявлено о том, что нужно сформировать молдавскими властями, невзирая на разницу во взглядах политических, геополитических. Сегодня, вы знаете, мы в Молдове имеем пророссийского президента, при том, что парламентское большинство и кабинет министров это проевропейские люди. И тем не менее, несмотря на разницу во взглядах на внешнюю политику, был подхвачен призыв Игоря Додона сформировать площадку для дальнейшего формирования сближения двух берегов Нестра. Ну, будем говорить, что это такой робкие первые шаги, но тем не менее, они как-то уже обозначены. В этой связи я понимаю, что еще сторонам долго искать вот общие, будем говорить, вопросы, которые бы и сближали. Ведь смотрите, и на левом берегу Нестра, а на правом выросло не одно поколение, которое считает себя, ну, гражданами, у нас есть молодые люди, которые свято верят, что за Днестром совершенно другое государство. Точно так же и за Днестром есть молодые люди, которые воспринимают сегодняшнюю Молдову как абсолютно чуждое для них государство. Но тем не менее, стремятся получать гражданство, стремятся, оно необходимо для того, чтобы себя легитимизировать, так сказать, и для дальнейшей жизни, чтобы можно было поступать, учиться, работать. Вот в этой связи какова перспектива замороженных конфликтов с учетом такого глубоко запущенного процесса, знаете, вот в развитии человеческих ресурсов, собственных интересов, когда стороны, ну, может быть, не отдаляясь, но живут настолько самобытной, параллельной жизнью. Здесь что должно произойти? Должна рождаться политическая личность или политическая воля? Или вот, ну, не знаю, смотрите как, вот не хочется судьбы Донбасса и того, что происходит на востоке Украины. И понимаешь, что, наверное, там вот виной во всем этом есть некое человеческое решение. Мне кажется, что конфликт в Нагорном Карабахе более запущен и более такой, у меня более пессимистичный взгляд на него, чем на Приднестровский конфликт. В Приднестровском конфликте, мне кажется, есть шансы найти точки соприкосновения. И то, что их начали искать, это замечательно. Это именно тот путь, по которому вообще любой конфликт разрешается. начинает разговаривать с друг другом. Не смотреть через прицел, а разговаривать с друг другом. Это начало решения любого конфликта. Второй момент. Любой замороженный конфликт, будь то в Африке, значит, в Судане там или еще где-то, он рано или поздно рождает на местах некую группу людей, которая заинтересована в пролонгации этого конфликта. Потому что она, получается, это в определенные дивиденды. Она там на своем клочке земли, ну, хоть какой, но президент, понимаете. Я не говорю конкретно о Приднестровье. Я говорю, что это объективно складывается своя руководящая верхушка вокруг любого осетинского конфликта, абхазского, аджарского в свое время и так далее. Поэтому часть решений, она находится на персоналистском уровне. То есть, нужно что-то делать с этой новой квази-элитой, ее как-то чем-то заинтересовать и интегрировать в большое государство. Вот, если вы хотите объединяться вновь, если разводиться решили, то, конечно, не нужно никого интегрировать. А второй уровень – это уровень простых людей. Им нужно как-то создать вот такую морковку. Почему им интересно быть в большой стране, а не жить какими-то полуизгоями? Это и паспорта, это и учеба, это и путешествия, это и… Сейчас вот Молдова получила, и это замечательно, безвизовый въезд в Европу. И это одна из платформ, на которой может возникнуть заинтересованность, в том числе и снизу в Приднестровье. Давайте мы, может быть, как-то обратно реинтегрируемся на каких-то условиях. И начнут тогда говорить об условиях реинтеграции. Не о том, что мы враги и хотим там куда-то улететь, на Луну, там это довольно трудно сделать будет всем вместе. А получается какая-то основа, какая-то основа для конструктивного взаимодействия. Получается тема, о которой можно обсуждать и как-то пытаться решать. Но не говорить, что вы заведомо и враги, и мы с вами разговаривать не будем. А вот у армян с азербайджанцами у них, конечно, все это гораздо запущено. Но в силу того, что, знаете, принято говорить «Восток – дело тонкое» или, может быть, там достаточно глубоко завязанный узел противоречий, которые мешают им найти... Там и территориальная история гораздо более запущена. Там, так сказать, это все было создано во многом, так сказать, с нуля. Там не было опыта совместной жизни, в общем, такой в рамках одного государства, кроме как советской. Но и то она была очень условной, автономной и так далее. Тут-то, в общем, еще и до советской власти и даже до вхождения в Российскую империю было какое-то там, так сказать, общее историческое прошлое. Это, мне кажется, такая тоже платформа, которой не надо пренебрегать. Понимаю. Ну и, наконец, все-таки, хотя религия – дело десятое, но она, в общем, общая платформа. Не речь о мусульманах и, значит, христианах идет. Понимаю. Георгий, вот такая тема, как «Восток-Запад» в нашей стране сделал свое дело. И, согласно последним опросам, вот предпочтения граждан, избирателей, они по количественному такому параметру где-то близки, но в то же время людей, которые предпочитают или которые считают, что Молдова движется сейчас в неверном направлении, что Молдову нужно развернуть на восток, вот таких избирателей больше. В общем-то, это и показали выборы президента, которые в качестве своего предвыборного главного, одной из главных тезисов, это возврат к традиционным историческим связям с восточными странами, в том числе и с Россией. И в то же время много говорится об успехах евроинтеграции, о возможностях, которые открыла перед гражданами Молдовы евроинтеграция, которых, кстати, экономические цифры нельзя назвать блестящими, тем не менее, ну вот, Кабинет министров сегодня любит ими жонглировать. Вот этот момент, куда нам идти, восток или запад, хотя ведь, как вы говорили, на луну не улетишь с целой страной, тем не менее, восток или запад, это тот геополитический такой рефрен, который часто используется политиками, и сегодня он, ну, вы знаете, не самую лучшую службу послужил, потому что сегодня, хоть мы не, ну, как бы в собственной стране, не являемся такими ярыми конкурентами в этой идеологической схватке между простыми избирателями, у нас нет, ну, не знаю, столкновений уличных, вот, улица на улицу, на предмет того, что нет, давайте на восток, нет, давайте на запад, это спор, который носит сегодня, будем говорить, кухонный, кулуарный, или, например, выносится на площадки СМИ, но он не является таким острым, режущим нас по-живому, разве что, например, то, что произошло в начале 90-х, когда произошло отторжение о Приднестровье, когда в законодатели попытались там между собой тем или иным образом объяснить, куда они хотят направить страну, во что это выявилось, сегодня мы как раз и обсуждаем, тем не менее, насколько актуален сегодня этот разговор восток или запад, потому что, ведь смотрите, Молдова, хотим мы того или нет, находясь на политической карте мира, ну, наверное, каким-то, ну, не знаю, протуберанцем задета геополитикой, и в этой ситуации выбор в сторону одного и того, того же, ну, в одного или другого полюса политического может сыграть, наверное, какой-то, может быть, не самую лучшую роль для судьбе страны, нужно ли быть приковываться к чему-то, или, может быть, суметь себя сохранить, или как бы удалось бы сохранить себя таким мостиком между Востоком и Западом? Мне кажется, что любая поляризация хуже, чем компромисс. Мне кажется, что постановка выбора или с нами, или против нас всегда ведет к расколу, потому что никогда все общество стопроцентно не выберет один выбор. Все на что Россию поставить перед выбором, вы с Китаем или вы с Европой? Ясно же, что и тот, и другой выбор, скажем, выбор «мы с Европой против Китая» будет означать, так сказать, ну, не то, что катастрофа там в экономическом плане, но ничего хорошего не принесет. Выбор «мы с Китаем» против Европы тоже еще хуже. Поэтому… А если исключить слово «против», просто «мы с Китаем» или «мы с Европой»? «Мы с Китаем», значит, тогда мы там кто? Тогда мы там кто? Мы единица, которая вливается в китайскую экономику, подчиняется его правилам, регуляциям, стандартам, значит, отказывается от всяких альтернатив. Вот какую тебе цену скажут поставок газа в Китай, то и будешь поставлять, потому что у тебя никакого варианта там нет, там отказался же от них. Поэтому мне кажется, что вот вся история Молдовы, когда она была гораздо больше по территории в средние века, она говорит о том, что она в общем никогда не так сказать никогда конечно вот скажем мы вот теперь только будем с турками. и больше ни с кем никогда не будем. Не было такого никогда в истории. Это судьба всех восточноевропейских стран. Они находятся на стыке цивилизаций католической и православной, там западноевропейской, англосаксонской цивилизации и значит евразийской, как в России некоторые говорят, которая унаследовала многие азиатские черты. мне кажется, что любая такая резкая постановка вопроса, что мы только в одну сторону пойдем, она во-первых не получится, а во-вторых приведет только к поляризации общества. Мы видим к чему это привело на Украине и через какое-то время, но очень долгое время, Украина все равно придет к выводу о том, что она будет и с Россией чем-то заниматься, экономика какой-то, и с Европой тоже будет заниматься. А сейчас, конечно, на Украине абсолютно антироссийский выбор, мы только с Европой и так далее, но готова ли Европа принять Украину со всем ее сельским хозяйством нужна, то есть сельскохозяйственная продукция украинская в Европе, а промышленная продукция, она вообще нужна там? Нет, все закроют и все. Ну, все, что вы говорите, ну, когда говорили мы с Китаем, то вот как бы, как тут быть? Я тут же так экстраполировал на нашу сегодняшнюю действительность, мы с Европой, значит, надо принять все европейское, и сегодня достаточно успешно сделано Огурцы заставят выращивать только таких размеров, а другие скажут, что это вы выбрасываете на помойку, вот только такие огурцы и все, других не должно быть. Ну, что сегодня и происходит, и это ощущают наши товаропроизводители, аграрии очень разочарованы тем, что Европа буквально не поглощает молдавские огурцы, помидоры, яблоки, а традиционный рынок, рынок Российской Федерации потерян. Сегодня пытаемся наверстать тем, что заключились с Евразийской экономической комиссией соглашения о статусе наблюдателя, возможно, удастся балансировать между двумя геополитическими образованиями. Свои преимущества есть и в сотрудничестве с Востоком, свои преимущества есть в сотрудничестве с Западом, можно их суммировать, можно не вычитать одно за счет другого и так далее, можно здесь взять плюс и здесь взять плюс, и никому не будет обидно. Мне кажется, простые молдавские избиратели от этого и ждали, от молдавских властей, но тем не менее, получилось то, что получилось. И 800-страничный том, который был подписан не глядя, при заключении соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вот как результат, то, что мы три года стучимся в европейские рынки с нашей продукцией, так и не услышанной, а при этом накапливается товарная масса, которую пытаемся сегодня уже предложить Российской Федерации. Ну, сельскохозяйственный рынок Европы далек от свободной конкуренции, что уж там говорить, он преисполнен лоббированием в пользу интересов сельскохозяйственных производителей, французов, итальянцев, там совершенно мощное лобби выстроено, и, ну, я не знаю, молдавскому вину будет, например, очень трудно против итальянских и французских виноделов, там эти войны в Европе, они были еще с 70-х, 80-х годов велись, и до сих пор они толком даже не закончились, там до сих пор дают эти противоречия, напряги всякие и так далее, поэтому туда вот не удастся так легко войти, конечно. Ну, хотелось бы еще о многом поговорить, но, тем не менее, даже нашей неспешной философской беседе приходит конец, время ограничено, будем с удовольствием вас ждать снова в нашей молдавской столице, ждать вас и с лекциями, и просто для возможности записать для этих телехеров. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был российский политолог и журналист Георгий Бофт. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин